Бача. Это обращение пришло к нам из Афганистана. Для тех, кому там пришлось воевать, это стало своеобразным паролем и означает «брат», «друг», то есть собрат по службе. В 2009 году фестиваль «Салам Бача» начинался со 150 человек. Теперь он уже имеет статус международного слета. И в этом году на Бузулукскую землю приехали порядка полутора тысяч участников локальных войн и боевых конфликтов со всех уголков России и ближнего зарубежья. Каждый год посещаем этот замечательный слез. Спасибо вашему городу, спасибо всем организаторам. Просто действительно радость душой. Что для вас значит эта встреча? Ой, если честно, это слезы, радость. Где вы служили тогда? Я служил в горном Азадбаше 2005-2006. Николай Егоров служил в Афганистане в 1980-1982 году механиком-водителем мотострелкового полка. На слет «Салам Бача» приехал восьмой раз. Мы всегда здесь вместе с друзьями, каждый год. Что значит для вас вот эти встречи? Ну как, вдохновение у меня. Вот как с друзьями, помолодею сразу, вспоминания про Афганистан. Здесь он встречается с другом из Челябинска, которого однажды вытащил раненого из-под обстрела. Мы вспоминаем и... И до сих пор дружите? Да, до сих пор. И по компьютеру, и все. Вот здесь же компьютер, сейчас мы и нашли. Второй год подряд на слет приезжают военнослужащие из Луганска и Донбасса. Мы с Донбассом, мы там служим. Служим? Я работаю поваром. Ну, не знаю, как-то захотелось так вот. Пошла ее два года уже там. А сейчас, я вам скажу, нормально. Сейчас более-менее спокойно, тихо. То есть там нет того, что было раньше. То, что было два года назад, нет. Там все сейчас нормально, все потихоньку восстанавливается. Люди возвращаются. А делегация Западно-Казахстанской области насчитывает 40 человек. Благодарность за наше приглашение. Вот день ВДВ отметили 2 августа. И сейчас мы здесь. За ВДВ всего наилучшего. Здоровья, счастья, успеха всем бузулупчанам. Большой рахмет от Казахстана. Всего в афганской войне участвовало около 500 тысяч граждан Советского Союза. Из них 6 тысяч из Оренбургской области. По приказу Родины они выполняли интернациональный долг. Единицы шли туда по зову сердца. Сначала под Кабулом, потом Герат. Вот моя биография. Сколько? Два года полностью. Я самый старший во всем Афганистане был. Я добровольно туда пошел. Один был. За 10 лет один доброволец был. А почему добровольно пошел? А тогда же был призыв. Ага. Интернациональный долг. Вы решили его исполнить? Не говорите. Когда уезжал в церковь, а я верующий с детства, зашел и говорю, батюшки, вот так и так. Что хочешь ты там получить пулю что ли? В таком возрасте ты туда едешь на меня. Ну, Бог милого. Сколько лет вам было? Уже в то время было 46 лет. Сейчас мне 78. Я всегда живу в декабре. То, что участники боевых действий собираются здесь из года в год, говорит о том, что то время для них никогда не будет забыто. Минуты молчания они почтили память погибших у памятника участникам локальных войн в Бузулуке. Мы, оренбуржцы, всегда будем помнить и чтить память тех героев, которые не вернулись с этой войны. Это действительно был подвиг. Тогда вы еще молодыми испытали на себе всю тяжесть. Но вы защищали интересы нашей Родины. Спасибо вам огромное. И мы никогда не забудем тех, кто был рядом с вами. Всего во время локальных войн и боевых конфликтах погибли 457 жителей Оренбургской области, 187 из них в Афганистане, четверо пропали без вести. Имена 22 бузулучан навсегда останутся в нашей памяти.